Скажите пару слов. Можете передать до 2000 какой-нибудь трясантый год. 2025. 25. У меня даже мысли нет. Даже не погоню. Короче вот, едем второй день. Второй день, отлично, утро. Тёпленький мороз. Чё скажешь? Ну что, спать хочется? Да, я выспался. В принципе, везде спишь. Я дома не спал. У меня навигатор. Короче, вот такая вот. Челябинск. Украине мы ещё не готовы. Мы уже разговаривали с автосервисом. Ага. Третий раз. Третий раз. Замечательный комментарий сейчас брал. Я надеюсь, что да. Надеюсь, по пути где-то автосервис я видел. Давай интервью домой. Давай. У нас на Урале сейчас уже подбирают чаще. Были отбирали в Сибири. У меня есть два предположения. Либо на Урале люди добрее, чем в Сибири. Либо поскольку мы ближе к европейской части, тут уже людям более привычно видеть автостопщиков. Мне кажется, это в Сибири просто такое зрелище. Потому что в Сибири холодно всегда, даже летом. А на Урале тепло и люди часто видят стопперов. Поэтому останавливаются, потому что они к этому уже привыкли. Неправда. В Сибири тоже много стопперов ездят. Особенно летом на Алтай все подряд. То есть я думаю, что все-таки просто на Урале люди добрее. Ну, как бы по моему опыту здесь всегда угощали. Всегда хорошо принимали. Стопили. Машинки маленькие. Ну, пока что как бы нас только подвезли. Три раза нас подвезли уже. Не на большом расстоянии. Но факт того, что подвезли, это уже радует. Да. Две девушки. Да, две девушки. Причем водят довольно-таки неплохо. Да. Как ни странно. Уровень девушек повышается. Какой-нибудь привет в 2025, например. Наши, пока скажи тебе. Привет. Привет. Ну, сейчас мы едем по трассе Челябинск-Уфа. Уже. Почти Сочи. Почти Сочи. Почти приехали. Не, по-моему, это каждая машинская вода. Если бы нас не подбросили, мы вышли 30 километров, да? Это человек, который первый раз увидел горы. Горы, это очень красиво. Здесь реально, я первый раз слышу горы. Очень красиво. Сейчас мы находимся вблизи города Златоуст. Здесь, кстати, делают хорошие ножи. А вон, везде есть много, что написано. Прикинь. Да. А потом дальше рассказ про горы. В общем, очень красиво. Я реально под впечатлением. Было бы лето, я, наверное, за денек здесь палатки бы остался. Ну, обычно не в районские горы. Ничего такого новенького я не вижу. Были места по крыше намного. Ну, ничего. Полчасика моей жизни можно уделить этим горам. Давай. Соточку давай. Один, два. Нет, выше делай ее. Четыре. Давай выше. Пять. Шесть. 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 Сколько? Двадцать. Двадцать. Двенадцать. Двадцать. 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 Стоит. Двадцать. Давай полценик приз Every day. Давай, жми. Где-то полценик чуть осталось. Все на economе. Хорошо-то. Сразу согрелся. Как надо согреваться в мороз. если мы ставим лайк, то возможно они делают нам репост вот у меня такой лайк до какого-нибудь места 30 градусов думаете? я думаю, что даже ниже здесь чем 30, на равнине 28, а здесь градусов на 5 на 10 1 градус 100 метров примерно, да, падает температура? наверное, не знаю, но знаешь, в горах холодильник ну что, все тепло теперь, а так у нас за газу а я отжался 50 раз у вас в Омске еще все автостопчики, что ли? я второй или третий, третий или четвертый раз подбираю ребят с Омска просто Омск, наверное, всех идет покинуть ха-ха-ха-ха вон всегда живой какой есть, не пытайтесь, какие утонки целом всех нету с востока, видели западный склон? это восточный склон ну да, красиво ага ооо, снежные вершины вот дальше вот хребет, вот хребель самовары, прикинь, хлява самовары офигенные места ножи стволы, ножи, палатки стволы что с таким серьезным лицом смотришь? кто-то ножи-то отвечает на кого спрашивают ну там 890 ну вот этот нож за 400 тысячи не является холодным оружием за 4000? это 4500 не является холодным оружием почему? он горячий как я крутые самовары такие носики есть самовары крутые нет, это вот ценятся вот такие медалисты это не медалист вот видишь медали стоят вот они ценятся больше то есть самая первая медаль 1898 года вот на этой стороне то есть это не современная продукция? нет, все реставрированы на этой все реставрированы самовары все, ребят, поехали еще вот эти беспредельные 90-е годы начало 90-х годов а потом нефти коррестки не сделают а потом нефти коррестки а потом нефти коррестки а здесь раньше овраг был сейчас делали проспект Салатюлаева вот этот пускадок мы здесь здесь был овраг с полнотыми с лесом все нахер покричевали всегда вот город вот так расходится ребята, мы в Уфе мы в городе Уфа классный город пока что да, ничего строится огромнейшая мечеть покажи я уже показал он сейчас на солнце снимает ничего не показывает сейчас мы посмотрим что за город вроде ничего, я очень рад почему-то внутренне что я побывал в этом городе и сейчас мы все пойдем искать приключения если как это сидеть в Уфе то есть нефтов, центр этот туда ну короче мы решили то что мы обратно в нефти попали да, где-то на злощите леске чем мы сейчас примерно находимся в принципе да тут сразить похоже да покажи какую нораблю да, ну только есть это Батыр Сан 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 Саныч Сан Саныч по-любому так нам нужен какой-то симпатичный навигатор да ищем и ждать его с рыжими волосами с рыжими? да и я хочу белый навигатор ну хочу давай два навигатора ну а все туда да